Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Абонент доступен» В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу с нами сегодня украинский журналист Роман Цымбалюк Здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Вадим! Наверное, вас можно назвать самым известным украинским журналистом, работающим в России Вот согласны с этим? Конечно, согласен, особенно в ситуации, если учесть, что я, по сути, здесь один корреспондент Постоянно аккредитованный при МИД Российской Федерации Это не так сложно быть самым известным, если ты один в этой категории выступаешь Широкую известность вы получили в 2014 году, если не ошибаюсь Когда задали вопрос президенту России Владимиру Путину Вы были тогда в такой майке с изображением укропа и надписью укроп Вот действительно после этого такая широкая известность вам пришла, почувствовали ее в Москве, в России? Ой, вы знаете, на самом-то деле ничего не изменилось с тех пор Хотя прошло уже 5 лет, я как был прекрасным и обаятельным парнем, так и остался А майка, да, толстовки этой уже нет, я ее продал на аукционе, причем два раза за 603 доллара в сумме Ну вот если сейчас, сегодня вбить в интернете ваше имя, то первое, наверное, все-таки, что высвечивается Это Роман Сымбалек задает неудобные вопросы Путину Нет, 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 Анна, мы уже давно проехали этот вопрос Дело в том, что когда вы можете попробовать, забиваете мою фамилию и имя Вы попадаете на мой YouTube-канал Кстати, можете на него обязательно подписаться Да, мы с ним тоже ознакомились, в том числе Но вот когда все-таки вы задали этот вопрос, неудобный Как-то власть с вами пыталась наладить контакт? Как-то, может быть, запугать, предупредить или просто взаимодействовать, быть может? Слушайте, вы знаете, я исхожу из того и рекомендую всем Что вообще люди, они не глупые, а в Кремле тем более Дело в том, что администрация президента российского Она прекрасно понимала и понимает, какой я вопрос могу задать Ну вот, извините, я не буду ни про детей Путина спрашивать Ни про пожары в России, ни еще какие-то Нас интересует в отношении России только один вопрос Вопрос войны и мира Поэтому они прекрасно осознавали, что я спрошу Это так называемая демократия по-русски И я к этому нормально отношусь Даже тут уже целая традиция После 2014 года столько времени прошло Раз в год вижу Владимира Владимировича Задаю ему один и тот же вопрос И слышу примерно один и тот же ответ Но тем не менее, вам ведь тогда удалось добиться от него ответа На вопрос по поводу участия российских военных в конфликте на Донбассе Он сказал о том, что там есть российские военные Но они там, возможно, в отпуске Но тем не менее, это было заявление президента России Подтверждающее вот эту историю Ну, я свою работу как репортер делаю Однако, это же секрет Палешинеля Вы думаете, мы тут говорили как бы о глупости человеческой Если кто-то думает, что россияне такие тупые И они не знают, что их военные убивают украинцев на Донбассе Причем переехали они из Крыма То это большое заблуждение И то, что сказал Владимир Владимирович Но ничего не изменило Ни на линии соприкосновения, нигде А россияне все прекрасно знают Не надо думать, что они как бы там обмануты пропагандой Кто-то может обманут Но факт остается фактом, что они знают и поддерживают это И это таковы реалии сегодняшнего дня Ну, 38% россиян не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался президентом После окончания его президентского срока Вот такие данные опубликовал Левада-центр на днях Может быть, это не лучшие, конечно, показатели для президента Но все же оставить Путина в Кремле хотят после 2024 года 54% опрошенных Вот на чем сегодня держится его авторитет, на ваш взгляд? Анна, ну вы как настоящие журналисты страны НАТО Начали с плохой новости про 30% Да нет, слушайте, давайте по-другому посмотрим на эту ситуацию Для любой страны, там, западной классической демократии, где проходят настоящие выборы 54% поддержки на 2021 году правления – это просто мечта Ни один западный лидер, где выборы, они стоят президентами на один срок Там еле-еле 50% часто набирают, а потом это обваливается А здесь 20 лет прошло, и как бы ничего не изменилось Сейчас подождите, если учесть, что выборы в Российской Федерации через 5 лет То могут быть снова показатели изменены, будет снова 145% Ой, я прошу прощения, даже в России, кажется, больше 100 нельзя Но факт остается фактом Эти цифры, они с точки зрения вот такого, повторюсь, западной демократии Они здесь не имеют никакого значения Отвечая на ваш вопрос, все очень просто Такая популярность российского президента, объективная популярность Эти цифры не придуманы, держатся на монополии, на информацию Потому что Путин, он думает о каждом гражданине Российской Федерации Некоторые уже родились, когда он был президентом Кстати, возможно, он даже думает о каждом русскоязычном жителе Риги Которых вы наверняка сейчас в своем эфире на русском языке будете унижать, ущемлять И на русском языке мы сейчас закроем 2 или 3 школы Есть у вас русские школы еще? Русские школы уже нет, есть билингвальные школы, которые переводят на латышский язык Так что в этом смысле... Ох ты, я смотрю, мы тут... У нас на связи балтийские бандерологи, так что ли? Вот на этом держится вот эта цифра Вы сказали о том, что россияне в большинстве своем поддерживают политику России в Донбассе Вот насколько вам легко и комфортно работать в России, учитывая, что вы являетесь собственным корреспондентом Украинского информационного агентства Вы чувствуете себя своим среди чужих? Или чужим среди своих? Или вообще чужим среди чужих? Ну, во-первых, тут не надо... Я должен вас, Вадим, поправить Никогда нельзя разделять два вопроса Крым и Донбасс Это одна история, одна военная операция А по поводу меня, так а что? Я же здесь в гостях, понимаете? У меня украинский паспорт, я здесь нахожусь исключительно на основании аккредитации МИД Российской Федерации Она у меня заканчивается, если не ошибаюсь, в сентябре, буквально через несколько месяцев И если по каким-то причинам повелительницами иностранных журналистов Мария Захарова этот документ мне не продлит То на следующий день я соберу свой желто-голубой чемодан и уеду домой Вот и все С Марией Захаровой у вас ведь достаточно серьезные отношения в том смысле, что мы можем читать периодические перепалки в Твиттер Или реакцию Захаровой на ваше выступление Как у вас, кстати, складываются отношения с представителем российского агентства? Слушайте, я тут как шоу, где там это лобное место было? В Доме-2 В Доме-2 Мне в этом рассказывали, хотели добавить, но я видел Ничего за кадром нет Поэтому это исключительно рабочий момент И я, кстати, к российским чиновникам и журналистам из ТОП-пропаганды очень уважительно отношусь, как минимум, за их фанатизм и трудоспособность Тут как бы не убавить, но это факт То есть вы высоко оцениваете уровень российской информации, скажем так, которая поступает за пределы телевизора? Я говорю о результате И результат такой, о котором мы сегодня говорили 54 уже сейчас хотят, чтобы в нарушении всех российских законов Путин остался главой этого государства Ну, в смысле, российского А это как раз говорит об эффективности системы, которая здесь выстроена И да, мы тут можем сколько угодно использовать любые слова Но, боюсь, даже фанаты Владимира Владимировича в Риге Вы им ничего не докажете Они будут засыпать и думать Как их детей деросифицируют проклятые местные власти Ну вот, говоря о федеральных каналах У вас спрашивает Алексей в Фейсбуке Сколько платят за участие в ток-шоу? Вопрос, который нередко наши слушатели задают Участникам Да, участникам Вы знаете, наверное, платят по-разному Но если вы спрашиваете в моем случае Я же все-таки не приезжаю из Киева Когда меня приглашали, а в этом году, я так понимаю Я там дотрынделся со своими вот этими Аннексия Крыма, оккупация Донбасса И моя восходящая звезда на федеральном канале Как это, зашла И теперь, слава богу, на меня хоть соседи не так зло смотрят А поэтому ничего вам не могу сказать по этому поводу Я точно знаю, что люди, которые прилетают из Киева Они за гостиницу и за самолет они не платят Вот это я вам могу сказать Какие у них гонорары, спросите у того, кому их платят Ну вот еще вопрос у нас от Александра Он спрашивает у вас Зеленского не свалят с поста отмороженные радикалы Запада Украины Вот такой вопрос Чего? Чего? Зеленского не свалят с поста радикалы Запада Украины Я должен вас поправить. Первая была версия. Отмороженные радикалы с запада Украины. То есть мы, если ваш слушатель с вашего родного города, где вы сейчас находимся, имеем как раз дело с критерий эффективности российской пропаганды. Они живут, очевидно, я посмотрел под анонсом на фейсбук страничке, на радио Болтком. Что там пишут? Они пишут всю эту чушь, которую говорят на российском телевидении. О каких-то радикалах. Ну давайте я еще поправлю. Украбендеровцев, фашистов и нацистов, которые на русском языке распинают русскоязычных младенцев. Да, правда, не было этих младенцев. Их придумала российская пропаганда. Но это не имеет значения. Значит, теперь по сути вопроса. Дело в том, что вся Украина, за небольшими исключениями, и западные, и восточные регионы, повторюсь, за некоторыми исключениями, проголосовали за действующего украинского президента. И использование вот этих вот слов-маркеров, оно просто говорит о том, что человек вообще ничего не понимает о происходящем в Украине. А вместо того, чтобы задуматься, почему у них целая Бельгия в Сибири сгорела, никто не тушит эти пожары, на нашей общей планете, между прочим, так, то они думают о украинских каких-то радикалах, которые живут только в их головах. И живут они, их поселил российский телевизор не просто так, а для того, чтобы они боялись того, что придут какие-то латвийские фашисты, о чем вы, кстати, в данном случае от нас, украинцев, ничем не отличаетесь, попробуйте доказать мне, что у вас там нет фашизма. Конечно, есть, если у вас русских школ нет. Ну, вы что, в Германии, кстати, тоже поднимают голову, там тоже нет русских школ. Вот и все. Поэтому мы как бы имеем дело вот с этим эхом и будем с ним мужественно бороться. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Да, давайте вопрос. Два, две не совсем действительности в одной фразе. Значит, в Германии есть русские школы, оплачиваемые из бюджета. Ну, про второе говорить все-таки ерунду не буду сейчас. Вопрос более глобальный. Мы помним случай на Fox News, когда маму с ребенком из Цхинвала пригласили на интервью. И когда они начали рассказывать о том, что грузинские танки начали обстреливать рано утром Цхинвал, и грузинские войска вошли и стали убивать российских миротворцев, Fox News их быстренько запикал, выкинул из эфира. И на всех остальных каналах то же самое. Мне вопрос вашему гостю. Пропаганда американская на BBC, на CNN, на всех английских каналах, французских. Пропаганда латвийская о том, что русские идут постоянно Кремль захватывать Латвию. Пропаганда эстонская о том, что там медведи мучают русских несчастных пограничников и так далее. Почему она хуже, чем российская пропаганда, которая ведется в интересах российского государства? Эта пропаганда ведется в интересах этих государств. Да, мы поняли ваш вопрос. Прекрасный вопрос. Значит, давайте начнем сначала с немецких школ. Ну, я вообще привык верить российским чиновникам. Так вот, не так давно, если не ошибаюсь, в прошлую пятницу, глава комитета по международным делам Госдумы, товарищ Солуцкий, который вернулся в ПАСЭ с триумфом, рассказывал, точнее, жаловался о том, что нет русских школ в Германии и что второе поколение мигрантов становится немцами. Потому что вот, как бы, у них не так, как дома. Я думаю, в данном случае я на эту, так сказать, ремарку человека, задающего вопрос, ответил. Значит, по поводу пропаганды. Вы знаете, это вопрос, очевидно, ну, скажем так, позиции, которую вы занимаете. Если вы, находясь, допустим, в Латвии, мечтаете о Великой России, но при этом в эту Россию не едете. Я, кстати, считаю, что вы молодец большой, потому что это высший пилотаж. Любить Путина, но не находиться под его юрисдикцией в прямом и переносном смысле. То есть, можно там какие-то пикеты делать, выступать, свободно говорить и так далее, и так далее. Но если мы говорим по поводу Цхинвала, вы знаете, я сторонник в данном случае подхода, что на ситуацию надо смотреть немножечко шире, а не только рассматривать эту ситуацию с 08.08.2008. Я, кстати, там был в Тбилиси в это время, и впечатление у меня на всю жизнь от этого осталось. Потому что, вроде как, Мишу обвиняют, что он дал команду захватить Цхинвали. Правильно? В Закашвили вы имеете в виду тогдашнего президента. Так было. Правильно? Но почему-то никто не задается вопросом, а почему он на этот шаг в конечном итоге пошел. Хотя, я не знаю, мне кажется, это ошибочный вариант, потому что воевать с российской армией, ну, наверное, ни одной стране не хотелось бы. Но, очевидно, если использовать лексику, которая используется в России, эту страну, Грузию, на протяжении многих лет кошмарили с Южной Осетии. Примерно так, как это делают сейчас на линии соприкосновения в Донбассе. Или на Донбассе, если говорить правильно. Вот и все. И если вы пытаетесь нас убедить в чем, что, то есть, получается так. Если западные средства массовой информации где-то врут, ну, как был задан вопрос, это получается, что Российская Федерация, оправдывая себя этим фактом, может врываться в другие страны и убивать там людей. Если вы думаете, занимаете такую позицию, то я с вами не согласен. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, Александр. Вот я хотел задать гражданину Цембалюку вопрос. Он знает статистику, сколько уехало уже? Он говорит, что вот хорошо любить Путина и сидеть в Латвии. Ну, вы статистику хотя бы посмотрите, сколько уехало. Откуда из России? Из Латвии. Из Латвии. А куда уехали? Куда уехали? Давайте-ка этот вопрос тоже уточним. Куда они уехали? Куда? Уехали, да. А вот с Украины сколько уехало? Вы приведите статистику. И любовь к Путину здесь совершенно ни при чем. Не путайте, так сказать, котлеты с мухами. Спасибо. Да, спасибо. Но уехали в основном на Запад. Я добавляю сюда из Латвии. Подождите, подождите, это как это они? То есть, их любители русского мира, если оперировать вот это, уехали не в Россию. По-моему, тут какое-то противоречие. Если они уехали на Запад. Знаете как? По поводу, кстати, в Украине это тоже проблема. Масса людей уехала на работу, на учебу. Кто-то вернется, кто-то нет. Но вообще-то, мне так кажется, нас, если Господь Бог существует, то мы будем исходить из того, что Он нас создал свободными людьми. И я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди уезжали там, где им хочется жить. Там, где лучше. И, наверное, задача каждого правительства сделать так, чтобы было лучше дома. И в этом отношении почему-то фанаты русского мира, которые живут в Риге и в Латвии, жалуются, что люди уезжают. А знает ли, например, ваш слушатель, что из России тоже уезжают? И сейчас количество желающих покинуть эту прекрасную страну почему-то тоже растет. И можете обратиться к статистике по Соединенным Штатам. Они, по-моему, в прошлом году побили граждане России по заявкам рекорд. То есть, как-то странно. Вот в России все хорошо, но люди уезжают. Причем, да, уезжают как... И в данном случае мы в одной позиции самые образованные, самые молодые, самые активные. Ну, вот и все. А, слушайте, опять же, очень важный нюанс. А что получается? Если кто-то уехал из Риги или из Киева, или из Донецка оккупированного, или из Севастополя, это что, оправдывает Российскую Федерацию в ее действиях? Я в этом не уверен. Еще у нас есть звонок. Да, здравствуйте. Если можно коротко, нам нужно уходить на перерыв. Скоро. Да, Константин, так как меня обвинили в том, что я там призываю российские войска куда-то вводить. Мой вопрос был не об этом. Я задал вопрос о том, что если западная пропаганда лжет, и российская пропаганда, как вы считаете, тоже лжет, то почему бороться надо с российской пропагандой, и вы не принимаете вопрос о борьбе с западной пропагандой, а речи о введении войсков, войск куда-либо. Вообще вопрос не стоял. Запад сам прекрасно вводит войска куда хочет. Да, спасибо. Константин, очень приятно, что вы позвонили снова. У нас тут с вами практически телемост. Спасибо, что вы не поспорили по поводу немецких школ. Это важно. Теперь отвечаю на ваш вопрос по сути. Дело в том, что ни одного известного мне случая, чтобы кровавый солдат НАТО стрелял или наносил артиллерийские удары по украинским военным и украинским городам. Вы, надеюсь, не забыли, что я являюсь украинским журналистом и украинским гражданином в первую очередь. И, естественно, меня в первую очередь заботит вопрос российской пропаганды, потому что нашлушавшиеся всякой чуши по российскому телевизору масса здоровых российских мужчин и не только бросили своих детей и поехали убивать других людей в соседнюю страну. Некоторые даже ушли в отпуск из армии. Теперь, конечно, почему-то мы тут о пропаганде говорим, но неужели всех устраивает такое объяснение, что российские военные уходят в отпуск воевать в другие страны? Тогда это не российская армия, а российская какая-то банда, потому что в любой армии выполняют приказы. Кстати, наверное, в латвийской тоже. Мне кажется, я ответил четко на вопрос. Сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. Украинский журналист Роман Цымбалюк с нами на прямой связи, и вы оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами сегодня на прямой связи украинский журналист Роман Цымбалюк. Еще раз здравствуйте, Роман. Еще раз здравствуйте, Анна. Ну, начнем вторую часть. Да, начнем вторую часть с актуальных тем. Шумят протесты из-за незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. И вы в своем выпуске вот недавнем в Ютубе назвали эти массовые протесты. Вы сказали, что они являются не более чем фарсом. В то же время сказали, что движение всегда лучше, чем молчание. Почему, на ваш взгляд, народ принимает решение не молчать сегодня, идти, несмотря на риски? И насколько вообще это эффективно, на ваш взгляд? Да, но я должен вас поправить. Я слово «фарс» не использовал. Я говорил о том, что, во-первых, люди, которые выше на улице Москвы, они как минимум заслуживают уважения, поскольку они действительно рискуют как минимум деньгами, а некоторые и свободой. Примеры мы, если читаем новости, уже видим. А потом после этого будут и уголовные дела, и кого-то могут закатать в тюрьму по-настоящему. Да. Но я говорил о том, что в современных реалиях эти протесты ни к чему не приведут. То есть эффективности не будет? И какого-то продолжения, развития событий, как вы видите? Я думаю, что сейчас стоит вопрос таким образом, что будут попытки собираться снова, и в ближайшую субботу анонсирована аналогичная акция, и потом и еще через субботу. Но если мы говорим о целях, которые были заявлены, это регистрация оппозиционных кандидатов, с большой вероятностью этого не произойдет. А российский ОМОН и Росгвардия смогут потренироваться в действии, как правильно паковать людей в автозаке. С другой стороны, ведь мы наблюдаем некую череду событий, потому что история с храмом в Екатеринбурге, когда с помощью протеста удалось отстоять сквер дела Ивана Голунова, когда общественность смогла добиться пересмотрения этого дела, и в итоге Голунов был оправдан. А те люди, которые принимали решение, ну или, по крайней мере, эти символические фигуры в МВД, они, в общем-то, были отстранены от должностей. Сейчас мы видим акцию несогласных с нерегистрацией кандидатов в Мосгордуму. То есть, какие-то процессы, они все-таки идут в России? Или вы считаете, что все-таки нет результата, и гражданское общество по-прежнему ничего не может в России? Процессы идут всегда, где есть живые люди. И в России живые люди есть, и не все тут зомби, зависящие от позиции Киселева и не только. Но, по сути, если мы просто этим вопросам уделяем такое внимание, в таком ключе, что чуть ли не вот, властная вертикаль дала сбой, еще немного, и вынесут Путина. Очень многие почему-то делают вот такой логический ряд. А в данном случае нет никакой логики в этом. Если мы говорим, допустим, по поводу Голунова, то по беспределу наехали на журналиста. И наехал не Кремль, как, допустим, на Сенцова того же. И тут подумали, почему они из-за действий каких-то рядовых сотрудников полиции, которые должны бороться с наркопреступлениями, должны на всех международных площадках отдуваться за этого Голунова. Просто посмотрели, что легче этот вопрос просто закрыть. Но если бы заказ или наезд был из Кремля, то это бы закончилось тем, чем субботняя акция, о которой вы меня спрашивали. Вот и все. Но все-таки вот из разговоров с людьми, политологами, политтехнологами, которые изучают фигуру Путина в том числе, они говорят о том, что Путин, как правило, не подвержен давлению такому внешнему. Если ему говорят сделать так, то он, может быть, это и сделает, но спустя какое-то время, а не сразу будет этот результат. А здесь мы видим абсолютно обратное, что практически сразу, что касается дела Ивана Голунова и протеста. Вот чем вы это объясняете все-таки? Слушайте, я это объясняю гибкостью подхода. Что в ситуации, когда проблемы федеральной власти делают на ровном месте, по вопросам, которые не являются принципиальными. Ну, слушайте, вы думаете, если Голунова, простого журналиста, не посадили в тюрьму, от этого что? Рейтинг Путина упал или возрос, или что-то изменилось? С точки зрения вот этого вопроса, как бы стабильности российской власти, это никак на это не влияет. И просто для того, чтобы, ну, во-первых, тем самым, реагируя на такие вещи, почему-то все воспринимают это как слабость путинской России. Можно просто пойти от другой логики, что просто остается еще здравый смысл. Путин в день митинга на дно опустился в батискафе, на дно Черного моря. Есть ли в этом какой-то символизм, как вы считаете? Я думаю, что он тем самым показывает, что ему абсолютно все равно, что там происходит в Москве, и как пакует сотнями людей не так уж далеко от Кремля. Вот он показал свое отношение к этим процессам. Дело в том, что, вы знаете как, они же тут, имея монополию на информацию, фактически это событие не пустили или убрали из федеральной повестки. Допустим, в понедельник, я так вот не смотрю постоянно российский телевизор, но обратил внимание, что они показывали. Они рассказывали о том, внимание, как Украина замерзнет очередной раз этой зимой. Вот это была топ-тема в российском телевизоре. Вот и все. Поэтому я, знаете, не сторонник теории, что в чем-то надо искать смысл или не искать его. Тут намного важнее цифра, которую мы обсуждали в первой части программы. 54% хотят, чтобы Владимир Владимирович оставался президентом. Это намного важнее, чем протесты. Это говорит о... Вот это реальное настроение российского общества. У нас еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Александр меня зовут. Да, Александр. У меня вопрос к вашему гостю. Вот у меня с Одессы приехал человек буквально 3 дня назад. И он мне сказал, что литр горючего в Украине там, да, стоит 1 евро. А зарплаточка, который там работает, 120. Это правда или неправда? Спасибо. Спасибо вам. Во многом правда. Дело в том, что цена топлива у нас, ну, по-моему, только не 1 евро, а 1 доллар. Но я сейчас не буду спорить, это цифры соизмеримы. Так было всегда. Это цифра... Я не знаю, наверное, последние 10 или даже больше лет цена топлива в Украине такая, как была озвучена. Вы, наверное, вопрос в том, что как же там люди живут, что там, наверное, все бедные и пересели на коней, лошадей, коз и других животных, которые тягают тележки. Но, знаете, если судить по городу Киеву, то количество дорогих автомобилей только растет, а пробки становятся более пробочными и проехать стало сложнее. Поэтому, если мы говорим, я так понимаю, вопрос был о уровне жизни в Украине, он очень разный. И для людей, которые в активной части своей жизни, то есть, которые работают, поверьте, заработать деньги на достойную жизнь в Украине не являются проблемой. Понятно, что с пенсионерами совсем другая история, но Украина, страна тоже контраст. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. У меня, кстати, меня зовут Александр. Кстати, тоже приехала знакомая из Одессы, на пенсионерках. Ну да, рассекают, наверное, на Лексусе или на чем-нибудь при пенсии где-то 150 долларов. И про дыху впереди нет. А вот, извините, маленькая реплика. Да, вопрос, Александр, очень мало времени. Извините, да, я очень быстро. Вы упомянули Путина, который опустился на дно Черного моря с подачей ведущей, и Цымбалюк подыграл под это дело. Извините, он опустился на дно Финского залива, да. Извините, подводные лодки, которые и отдал в почести погибшим подводникам. У меня вопрос такой. Вот вы себя называете, значит, корреспондентом. А не кажется вам, что условия работы корреспондентов украинских в России разительно отличаются от условий работы корреспондентов российского, например, телевидения, радио или изданий? Дискриминации не чувствуете? И вот солидарность с этими людьми, которые испытывают дискриминацию, каким образом вы, значит, можете проявить или отстаивать их права? Вот, кстати, значит, проблема Вышинского, которого посадили непонятно за что и за что держат. Да, мы поняли ваш вопрос. Ну, кстати, да, дело Вышинского. Давайте начнем сначала. Кстати, 150 долларов, пенсия, которая была назвучена, это у нас порядка 10 тысяч российских рублей, если я не ошибаюсь, примерно так. То есть, это цифры соизмеримые в том числе с Российской Федерацией, где нефть, газ, Путин и так далее, ну и финский залив и батискав. Но 150 долларов – это для Украины немаленькая пенсия, это тоже правда, есть значительно меньше. К сожалению, есть, и это правда. Поэтому ваш слушатель, наверное, невнимательно слушал, что я сказал. Я сказал о том, что люди трудоспособного возраста могут заработать деньги своим трудом на достойную жизнь. И при этом я также обратил внимание на то, что в стране Украина пенсии не очень высокие. Или низкие, или нищенские, подходит любое слово. Значит, по поводу, комфортно ли я себя чувствую или некомфортно, это вопрос вашего мировоззрения. Если кто-то думает, что всех российских журналистов изгнали из Украины, то он ошибается. Достаточно включить, было, например, в воскресенье российский телеканал «Россия-24», и была масса корреспондентов, ну, как минимум двоих, я видел, которые включались из Харькова, из Киева, я точно знаю, эти люди приехали из Москвы. Поэтому говорить о том, что у нас там украинская, что там, ну, давайте будем российской лексикой пользоваться, украинская гестапо мордует российских журналистов, это не совсем корректно. Значит, если мы говорим о Вышинском, то я искренне желаю ему максимально в ближайшее время оказаться на его новой родине, чтобы он был освобожден. Но, если вы ставите вопрос в таком ключе, тогда я вам задаю встречный вопрос. А почему вас не интересует, например, судьба украинского журналиста Романа Сущенко, которого я знаю лично, который получил 12 лет за шпионаж в пользу Украины. Вот такой он шпион. Причем, что парадоксально, его обвинили в том, что он интересовался информацией по поводу нападения, нападения или наступления российской армии на город Мариуполь. Да, мы же вроде как знаем, что российской армии нет в Украине. Но человек, который якобы интересовался этими вопросами, уехал в тюрьму на 12 лет. Есть еще такой Станислав Асеев, который сидит на подвале в Донецке, который оккупирован Российской Федерацией. Поэтому, если вы такой сторонник свободы прессы, вы, пожалуйста, не цитируйте фрагменты с российского телевизора. И самое главное, государство Украина и при прошлом президенте Петре Порошенко и при действующем Владимире Зеленском предлагало Российской Федерации провести обмен хотя бы журналистами или кем-то другим. Вот, наверное, и все. Если кто-то меня тут пытается упрекнуть, что вот я тут, морда бандеровская, сижу в центре Москвы и меня никто не трогает, давайте будем исходить из того, что так оно и будет в дальнейшем. А если кому-то будет совсем не в моготу, меня просто депортируют в мою любимую страну, гражданином которой я являюсь. Еще у нас звонок у нас, да, слушаем вас. Добрый день. Да, как у вас? Добрый день, Малюк. Извините, меня зовут Александр. Да, у нас сегодня Александр. Я, да, мне Александр очень приятно. Я сам выходец с Украины, с Одессы, не Крым-нашевец. Но, тем не менее, возвращаюсь к вопросу о языке. Очень известный, замечательный латышский публицист. Сделайте, пожалуйста, радиоприемник, мы их и слышим просто. Все, извините, все, сейчас лучше? Да, слышим вас. Да, спасибо. Очень замечательный латышский публицист Кристиан Срозенбалл сказал, я хочу, чтобы русские жители Латвии любили Латвию на русском, а не ненавидели ее на латышском. Это один нюанс. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали. И второй, вы прекрасно знаете, я знаю историю Украины, что Украина всегда была двуязычная. И большая часть Украины, я не буду сейчас перечислять все губернии, они были как бы губерниями Российской империи, в которых всегда говорили на русском языке. Зачем плодить ненавидящих Украину, граждан Украины, не проще ли ввести язык междунационального общения русский, а государственный язык обязательно был украинский, естественно. Один государственный, два языка. И никаких междунациональных проблем, никаких обвинений со стороны России и прочее. Спасибо. Спасибо вам. Значит, первое, что касается обвинений России. Вы знаете, да наплевайте на обвинения России. Вот и все. Я напомню вам, что на нашу страну в 2014 году напали, как раз мотивируя защитой русскоязычных. И когда на россияне начали атаковать украинских военных, это было после Крыма, с Ростовской области, то российские снаряды не разбирают русскоязычные, это были солдаты, или украиноязычные. Они убивали всех. Собственно говоря, как и дальше во время проведения военной операции. И вот то, что сейчас пытаются усилить статус украинского языка, это является не что иное, как попытка в будущем себя каким-то образом защитить от этих орков, которые приезжают и нам рассказывают, как вы. Что вы здесь все русскоязычные, что украинский язык выдумали, кто там, в австрийском генштабе и так далее, и так далее. Я, опять же, хотел бы вас поправить. Никакой языковой проблемы в Украине нет. Это все плод российского воображения. Вы наверняка, наверное, смотрите программу «60 минут» или какую-то другую, раз вот эти вот вещи транслируете, которые транслирует Мария Захарова. Нет никакой проблемы. И когда кто-то говорит о том, что русскому языку нужно придать какой-то статус или еще что-то, я вам объясню, для чего это делается. Это как раз сторонники не двуязычия, а сторонники того, почему-то очень многие из них живут в России, чтобы это был повод или основание для того, чтобы можно было не владеть украинским языком. Мотивирует это. Вот, у нас же русский там, как вы хотите? Официальный вы хотите статус? Вот, пожалуйста, все обязаны со мной говорить на русском. И я так понимаю, эта проблема примерно аналогичная тому, что происходит в Латвии. Единственное, что, несмотря на схожесть, в том числе историческую, во многих моментах, Латвия является страной-членом НАТО, и, скорее всего, зеленые людишки, или, как они их называют, вежливые люди, или зеленые человечки, не приедут в ваш город, город Рига, освобождать вас там от кого? От латвийских фашистов, бандеровцев и других негодяев. Еще раз, нет проблемы с пониманием друг друга. Про Крым. На вопрос о том, чей он, вы ответили в фейсбуке, написали об этом. И вот Александр у вас спрашивает, поясняет свой вопрос. Вы утверждаете, что Крым – это Украина. Имейте в виду Крым без людей, спрашивает он. Настроение крымчан и их желание быть в России недовсмыслено и засвидетельствуем множеством соцопросов. В таком случае, как вы хотите сделать Крым украинским? Освободить его от людей? Как? С помощью геноцида или же депортации? Ну и так далее. Тут очень долгий такой развернутый комментарий. Ну давайте тогда читайте полностью ваш фейсбук. Там еще написано, какой-то другой парень пишет следующее. Что он там пишет? Раз Крым ваш, то почему бы вы его не защищали? Так? Вы посмотрите внимательно. Я изучил вашу страничку. Я готовился к вашему эфиру. Но это конкретно не на моей странице. Я не вижу пока вот этого комментария, о котором вы говорите. Посмотрите ниже. Посмотрите ниже. Но смысл в чем? Значит, я вам хочу задать такой один вопрос. Вот они говорят, по соцопросам известно, по всем известно. А как это известно? Вот кто сказал? Кто сказал, что известно? Что? Потому что в российском канале, по российскому телевидению так сказали. Ну, я, знаете, по Донецку могу вам сказать, и ситуация аналогична с Крымом. Что, когда приходят русские оккупанты, они этих людей в первую очередь решают право голоса. Вы не знаете об этом? Ну, вспомните, например, как было в той же Риге до 1991 года. Много про независимость могли говорить об этом. А потом раз случился 1991 год, и оказалось, что эта идея близка очень многим. Поэтому говорить о том, что вот там вот все так счастливы после прихода Российской Федерации, я бы не стал. Потому что свободно вы не можете высказать свою точку зрения. А чтобы было понятнее, почему, вот такие люди, как Олег Сенцов, именно поэтому они сидят в тюрьме. Обвиненные по статье, что там терроризм, не знаю, что они там сделали, за что его обвиняют. Экстремизм, я не ошибаюсь. Ну, что? Он там больше 10 лет, да, в терроризм ему, по-моему, если не ошибаюсь, его в терроризм. Его осудили на 20 лет тюрьмы. А осудили его в первую очередь, потому что у него фамилия Сенцов. Он русский, этнический русский, который выступил публично против прихода русского мира в Крым. Вот поэтому он и сидит в тюрьме. А вот товарищи, которые, я так понимаю, ждут освобождения от латвийского фашизма в Риге, оперируют теми же терминами, как и здесь в России. Ну, вот и все. Еще звонок успеем принять. Здравствуйте, очень коротко задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. У меня вопросов не будет, я просто хочу сказать, что господин Томбалюк, человек, как камбала, видит все в одной плоскости. Он просто зомби. Спасибо. Да. Спасибо. Давайте я как бы эту тему продолжу. Это очень интересно как бы. Я зомби, я камбала. Только я не могу понять одного. Почему на территории моей страны есть российские военные? Есть люди в российской военной форме. И в станице Луганска, где прошел только что отвод войск, с той стороны реки Северский Донец висит российский триколор. Я зомби или вы зомби? Или просто кто-то является мега фанатом современной России? Я, кстати, ничего не имею против. Это ваша жизнь. Но если бы вы свои вот эти вот мысли транслировали в рамках географических и международно принятых границ, ваше дело. Но раз такие, как вы говорите, зомби и камбалы хватают автоматы и уедут стрелять в других людей в других странах, тогда извините. И по поводу Крыма, если позволите, там был вопрос, что же вы за него не воевали? Я вам отвечу этот вопрос как раз на фейсбук-страничке Радио Болтком. Не воевали Украина за Крым по той причине, что у нас, честно говоря, не было мысли у большинства граждан Украины, что русские могут так поступить. Мы жили в этом, в бреду этого братства. А потом выяснилось, что он не брат, а просто дальше додумайте сами. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Роман Цымбалюк был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо, Роман, что ответили на вопросы наших радиослушателей и приняли участие в нашей программе. Эфир провели Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарёв. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова